Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике я хочу сделать обзор недорогой Bluetooth гарнитуры, купленной на Алиэкспресс. Также протестируем ее в работе на трех устройствах. Первое – это кнопочный телефон Nokia. Второе – это смартфон на базе операционной системы Microsoft. И третье – это устройство на Android, планшет Lenovo Tab E10, на котором установлен Android 8. И мы попробуем позвонить с устройств, которые предусмотрены для звонка, и также прослушать через гарнитуру мультимедийный файл. Ну и давайте посмотрим комплектацию. Следует отметить, что она была упакована в обычный противоударный пакетик. Внутри был вот такой вот ZIP-пакет. Откроем, что мы здесь имеем. Так, еще отдельный пакетик, в котором вложена сама вот такая вот гарнитура. Видим, есть большая кнопка, похожая на щит рыцаря, а также есть две кнопки, на которых плюс и минус. Также здесь имеется у нас такой коротенький USB кабель для того, чтобы заряжать. А для этого здесь предусмотрено микро-USB разъем. Ну и также в комплект входит вот такая вот инструкция на английском и китайском языках, напечатанная очень меленьким шрифтом. Ну а я нашел выход из положения и перевел все те инструкции на русский язык и распечатал. Потратил свое время, вы посмотрев этот ролик сэкономите, свое драгоценное время. Ну и давайте посмотрим, что здесь пишется у нас вначале. Зарядка Bluetooth гарнитуры. Ага, да, тут еще ушко он идет, которое будет подсоединиться. Хорошо. Во время зарядки светится красный светодиод гарнитуры. Полностью заряжено, красный свет станет синим, тогда отключите зарядное устройство. Вопросы, требующие внимания. Поскольку Bluetooth гарнитуры имеет небольшую литиевую батарею и небольшую емкость, то для зарядки необходимо использовать обычные производители зарядного оборудования и в соответствии с инструкцией по зарядке. Напряжение под вольт, зарядный ток пол ампера. То есть, говорят другими словами, зарядка от современного смартфона, планшета не подойдет. Время зарядки 1 час. Ну и дальше непонятный перевод, но переразберемся. Прикус осветится, поскольку примечание, которое вы не заряжаете в соответствии с данным руководством, вы можете повредить гарнитуры и другие чехлы. Человек произошел взрыв, но также может повредить гарантийный отказ от этого продукта. Перевожу на русский нормальный. Если вы будете заряжать устройством, который дает больше ампераж и в результате батарея рванет, то вам никакой гарантии не будет. Но учитывая ее цену, в принципе о гарантии тут и смешно и говорить. Дальше, сопряжение гарнитуры с телефоном с функцией Bluetooth. О, это уже интересно. Мы как раз сейчас попробуем на всех трех устройствах законнектиться. А потом уже, после того, как подключимся, дальше будем пробовать. Включите гарнитуру. Включите... Ну, давайте включим. Ага. Включите Bluetooth на телефоне и выберите поиск устройств. Когда телефон найдет гарнитуру, подтвердите выбор. Выбрав гарнитуры из списка, введите код 4.0. Повторят шаги сопряжения еще раз, если оно не было успешным. Если сопряжение прошло успешно, начинает мигать синяя индикация режима готовности к совершению приема звонка. У нас на данный момент синяя-красная индикация. Ну, попробуем. Вот он мой телефончик. Заходим в настройки. Подключение устройств Bluetooth. Подключить аксессуар. Идет поиск устройства. Нашел. Bluetooth Music. Подключить. Подключенный добавлен список сопряженных. Интересно, что законнектился сразу же без того кода и 4.0, который надо было внести. Ну, давайте теперь я попробую вставить данную гарнитуру себе в ухо. И попробуем позвонить. Наберем 466 и позвоним на Киевстар. Все, вызов идет на гарнитуру. Теперь попробуем что-то проиграть. Да, музыка идет прелестно. Получается, что с этим телефоном стареньким эта гарнитура коннектится. И это очень хорошо, поскольку предыдущая гарнитура, на которой у меня тоже есть обзор на моем канале, к сожалению, не захотела коннектиться с этим стареньким кнопочным телефоном Nokia. Поэтому мне пришлось взять вот это устройство, чтобы подключиться. И повезло, оно коннектится. И отключил я. И видите сразу же, что Bluetooth Music отключено. И я заметил, что здесь не просто идет включение, а здесь еще есть голосовая индикация. То есть при включении гарнитуры проигрывается женским голосом Power On. При выключении Power Off, то есть включено-выключено в переводе на русский язык. Хорошо, давайте будем теперь коннектиться с вот этим смартфончиком. Для этого включим гарнитуру сна. Да, сказала Power On. Так, где здесь у нас Bluetooth? Пока Месь ищет. Все, пишет связано. А не вот. Чтобы была у меня еще одна гарнитура, называется Bluetooth Music. Все, заметили? Горит синим. На смартфонах Microsoft пишет, даже подключена голосовая связь, музыка. Точно так же. Попробуем сейчас позвонить. Это отключим режим в самолете. Все, вызов пошел. Прекрасно. То есть с этим смартфоном тоже можно работать. Теперь нам надо бы запустить какой-то аудиофайл. Послушать, будет идти или нет. Да, идет и аудио. Прекрасно. Мультимедийный контент, значит видео тоже будет. Прекрасно. Мы видим, что даже с Lumia смартфоном он тоже коннектится. Теперь перейдем к устройству на Android. Включаем Bluetooth. Нашел он Bluetooth Music. Добавить. Да, нам нужно сопряжение. Все. Сказала Connected. Подключено. То есть по-английски. Вот смотрите, какая здесь есть на Android интересная вещь. Я приближу, чтобы вам было лучше видеть. Подключено уровень заряда батареи 100%. Получается на устройствах с операционной системой Android он даже показывает, вот индикация рядом с наушниками, да, сколько батареи. И даже показывает уровень заряда в процентах, которые написано число. То есть это очень удобно даже. Ну и попробуем запустить какой-то мультимедийный файл. Да, он проигрывается, а это означает, что будут идти звонки через Viber и так далее. Это уже как показывает практика. Если подключилась эта, значит, то тоже будет идти. Так, отключаем. Ага, Disconnected. Сказала, отключила. Отключу вообще здесь Bluetooth сейчас. Переходим дальше к инструкции. Ответ на звонок. Нажмите клавишу ответа на телефоне или кратко, временно нажмите кнопку на гарнитуре. Алло, алло. Да, работает, подняла трубку. И вы знаете, что прелестно? Оно даже при звонке, как на телефонах ООН Руси других, проговаривает цифры номера. То есть если вы знаете английский язык, да, то это очень хорошо. Особенно для людей, у которых проблемы со зрением. Дальше. Завершение звонка. Ну, у меня сейчас как раз звонок идет. Нажмите клавишу на телефоне или кратковременно нажмите кнопку на гарнитуре. Поверяем. Работает. Читаем дальше. Отклонение вызова. Нажмите клавишу завершения вызова на телефоне или нажмите и удерживайте около одной секунды кнопку на гарнитуре. Давайте попробуем. Да, вызов отклоняется. Повторный набор последнего номера. Однократное нажатие на клавишу вызова или дважды коротко нажмите на кнопку гарнитуры, когда она находится в режиме ожиданий. Попробуем набрать сейчас. Да, повторный набор тоже работает. Это очень удобно, кстати. Дальше. Активация голосового набора. Это то, что мне в принципе не нужно. Ваш телефон должен поддерживать такую функцию. Спешите или произнесите номер для набора. Следуйте инструкциям по эксплуатации телефона. Запишите голосовой разговор через гарнитуру. Лучший и наиболее точный результат. Получается, как бы голосовой набор регулируется функцией телефона. Регулировка громкости гарнитуры. Воспользуйтесь клавишами регулировки громкости. На вашем усмотре работает. Но здесь же все-таки есть и плюс и минус клавиши. Попробую, а работают ли они. Хранение гарнитуры. Выключите гарнитуру. Температура хранения от 10 до 60 градусов по Цельсию. Не подвергайте гарнитуру воздействию дождя или любых жидкостей. Такая вот неплохая гарнитурка, которая сопрягается как со старыми телефонами, так и с современными планшетами, смартфонами. Достаточно недорогая. Поэтому я покупкой лично доволен. У меня есть и другие обзоры на различные лоты товаров с Алиэкспресс. Например, на проводные гарнитуры. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. До новых встреч на YouTube. До свидания.